Всё случилось, когда в Москве была примерно половина одиннадцатого утра. Хроника событий у Григория Емельянова. На этих кадрах, распространённых одним из турецких телеканалов, крушение фронтового бомбардировщика Су-24. Самого момента попадания ракеты в самолёт на видео нет. Только последние полминуты. Машина горит и с большой высоты, это ощущается потому, как долго всё происходит, сваливается в неуправляемое падение. По поводу потери самолёта в российском Минобороне сообщили следующее. Самолёт находился на высоте шесть тысяч метров. Судьба лётчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться. Также выясняются обстоятельства падения российского самолёта. Всё время полёта самолёт находился исключительно на территории Сирии. Это зафиксировано объективными средствами контроля. Турецкие же военные утверждают, что неопознанный ими самолёт якобы нарушил воздушное пространство Турции. И якобы его об этом предупреждали целых десять раз за пять минут. И только после этого подняли перехватчики. Вот эту карту приводят в качестве доказательства. Её уже поспешили показать западные средства массовой информации. Якобы, утверждают турки, наш самолёт пересёк узкий длинный выступ турецкой территории. Три километра в поперечнике. Но даже если предположить, что карта верна, эти два-три километра боевой самолёт проскочит за 8-12 секунд, а никак не за пять минут. Наши военные эксперты считают, дело в другом. У Турции и Сирии были вообще конфликты. Ещё года два назад они, по-моему, Томкет сбили, F-14. И когда Турция тогда предприняла определённые шаги, в том плане, что даже при подходе к границе, Турция считает, что это почти свои территории. То есть она может не то, что предупреждать, а даже, в принципе, избивать самолёты. Так вот, по российским данным, ракета поразила Су-24 в километре от турецкой границы. Упал он в четырёх километрах от неё, у лагеря этнических туркмен в деревне Ямади. По данным средств объективного контроля, в воздушное пространство Турции однозначно не заходил. И Турции никак не угрожал. Российский ВКС действует тщательно. Все операции планируются для того, чтобы исключить любые нарушения воздушного пространства сопредельных государств. Поэтому, как заявило Министерство обороны России, наш Су-24 не нарушал воздушного пространства Турции. Был сбит в сирийском воздушном пространстве. Сегодня уже средства объективного контроля подтвердили, что он работал в пределах трёх-пяти километров от государственной границы. Так непосредственно. И, возможно, был только вход в приграничную полосу до одного-полутора километров, но не пересекая воздушного пространства, не нарушая воздушного пространства Турции. Мы ничего не нарушаем и выполняем свои задачи. А то, что сопровождает нас, облучает истребители сопредельного государства, это норма соответствует международного права. Всегда. Границу надо охранять. И сразу наносить удары, как правило, не наносится. Это удары за угла. Официальных сообщений о судьбе наших пилотов пока нет. Ясно только, что они действительно катапультировались. В объектив камеры попали два спускающихся к земле парашюта. В штаб-квартире НАТО, напомним, Турция член Североатлантического альянса, уже меньше чем через час соберётся заседание, где заслушают турецких представителей. Исчерпывающих объяснений от Анкары и НАТО намерена требовать и российская сторона. Григорий Емельянов, Виктор Аверин и Александр Горностаев. Первый канал.